Глава восьмая. Осенью. Близилась осень. В поле шла жатва, листья на деревьях желтели. Вместе с тем наша Маруся начала прихварывать. Она ни на что не жаловалась, только всё худело, лицо её всё бледнело, глаза потемнели, стали больше, веки приподнимались с трудом. Теперь я мог приходить на гору, не стесняясь тем, что члены дурного общества бывали дома. Я совершенно свыкся с ними и стал на горе своим человеком. «Ты славный хлопец, и когда-нибудь тоже будешь генералом», — говаривал Туркевич. Тёмные молодые личности делали мне из вяза луки и самострелы. Высокий штык-юнкер с красным носом вертел меня в воздухе, как щепку, приучая к гимнастике. Только профессор по-всегдашнему был погружён в какие-то глубокие соображения, а Лавровский в трезвом состоянии вообще избегал людского общества и жался по углам. Все эти люди помещались отдельно от Тыбурция, который занимал семейством описанной выше подземелья. Остальные члены дурного общества жили в таком же подземелье побольше, которое отделялось от первого двумя узкими коридорами. Свету здесь было меньше, больше сырости и мрака. Вдоль стен кое-где стояли деревянные лавки и обрубки, заменявшие стулья. Скамейки были завалены какими-то лохмотями, заменявшими постели. В середине в освещенном месте стоял верстак, на котором по временам пан Тыбурции или кто-либо из тёмных личностей работали столярные поделки. Был среди дурного общества и сапожник, и корзинщик, но кроме Тыбурции все остальные ремесленники были или дилетанты, или же какие-нибудь замороши, или люди, у которых, как я замечал, слишком сильно тряслись руки, чтобы работа могла идти успешно. Пол этого подземелья был закинан стружками и всякими обрезками. Всюду виднелись грязь и беспорядок, хотя по временам Тыбурции за это сильно ругался и заставлял кого-нибудь из жильцов подмести и хотя сколько-нибудь убрать это мрачное жильё. Я нечасто заходил сюда, так как не мог привыкнуть к затхлому воздуху и, кроме того, в трезвые минуты здесь имел пребывание мрачный Лавровский. Он обыкновенно или сидел на лавочке, спрятав лицо в ладони и раскидав свои длинные волосы, или ходил из угла в угол быстрыми шагами. От этой фигуры веяло чем-то тяжёлым и мрачным, чего не выносили мои нервы. Но остальные сожители и бедняги давно уже свыклись с его странностями. Генерал Туркевич заставлял его иногда переписывать набело сочиняемые самим Туркевичем прошения и кляузы для обывателей или же шуточные пасквили, которые потом развешивал на фонарных столбах. Лавровский покорно садился за столик в комнате Тыбурции и по целым часам выводил прекрасным почерком ровные строки. Раза два мне довелось видеть, как его бесчувственно пьяного тащились вверху в подземелье. Голова несчастного, свечившись, болталась из стороны в сторону, ноги бессильно тащились и стучали по каменным ступеням. На лице виднелось выражение страдания, по щекам текли слёзы. Мы с Марусей, крепко прижавшись друг к другу, смотрели на эту сцену из дальнего угла. Но Валик совершенно свободно шнырял между большими, поддерживал то руку, то ногу, то голову Лавровского. Всё, что на улицах меня забавляло и интересовало в этих людях, как балаганные представления, здесь, за кулисами, являлось в своём настоящем, непрекрашенном виде и тяжело угнетало детское сердце. Тибурций пользовался здесь непререкаемым авторитетом. Он открыл эти подземелья, он здесь распоряжался, и все его приказания исполнялись. Вероятно, поэтому именно я не припомню ни одного случая, когда бы кто-либо из этих людей, несомненно потерявших человеческий облик, обратился ко мне с каким-нибудь дурным предложением. Теперь, умудрённый паразаическим оптом жизни, я знаю, конечно, что там был мелкий разврат, грошовые поруки и гниль. Но когда эти люди и эти картины встают в моей памяти с затянутой дымкой прошедшего, я вижу только черты тяжёлого трагизма, глубокого горя и нужды. Детство, юность – это великие источники идеализма. Осень всё больше вступала в свои права. Небо всё чаще заволакивалось тучами, окрестности тонули в туманном сумраке. Потоки дождя шумно лились на землю, отдаваясь однообразным и грустным гулам в подземельях. Мне стоило много труда урываться из дому в такую погоду. Впрочем, я только старался уйти незамеченным. Когда же возвращался домой весь вымокший, то сам развешивал платье против камина и смиренно ложился в постели, философски отмалчиваясь под целым градом упрёков, которые лились из уст нянек и служанок. Каждый раз, придя к своим друзьям, я замечал, что Маруся всё больше хереет. Теперь она совсем уже не выходила на воздух, и серый камень, тёмные, молчаливые чудовища, подземелья продолжал беспрерывно свою ужасную работу, высосывая жизнь из маленького терца. Девочка теперь большую часть времени проводила в постели, и мы с Валиком истощали все усилия, чтобы развлечь её и позабавить, чтобы вызвать тихие переливы её слабого смеха. Теперь, когда я окончательно сжился с дурным обществом, грустная улыбка Маруси стала мне почти так же дорога, как улыбка сестры. Но тут никто не ставил мне вечно на вид мою испорченность. Тут не было ворчливой няньки, тут я был нужен. Я чувствовал, что каждый раз моё появление вызывает румяне с оживлением на щеках девочки. Валик обнимал меня, как брата, и даже Тубурций по временам смотрел на нас троих какими-то странными глазами, в которых что-то мерцало, точно слёзы. На время небо опять прояснилось, с него сбежали последние тучи, и над просыхающей землёй в последний раз перед наступлением зимы засияли солнечные дни. Мы каждый день выносили Марусю наверх, и здесь она как будто оживала. Девочка смотрела вокруг широко раскрытыми глазами, на щеках её загорался румянец, казалось, что ветер, обдававший её своими свежими взмахами, возвращал ей частицы жизни, похищенные серыми камнями подземелья. Но это продолжалось так недолго. Между тем над моей головой тоже стали собираться тучи. Однажды, когда я по обыкновению утром проходил по аллеям сада, я увидел в одной из них отца, а рядом старого Януша из замка. Старик подобострастно кланялся и что-то говорил, а отец стоял с угрюмым видом, и на лбу его резко обозначалась складка нетерпеливого гнева. Наконец он протянул руку, как бы отстраняя Януша своей дороги, и сказал, «Уходите, вы просто старый сплетник!» Старик как-то заморгал, заморгал и, держа шапку в руках, опять забежал вперед и загородил отцу дорогу. Глаза отца сверкнули гневом, Януш говорил тихо, и слов его мне не было слышно. Зато отрывочные фразы отца доносились ясно, падает точно удар их хвоста. «Не верю ни одному слову. Что вам надо от этих людей? Где доказательства? Словесных доносов я не слушаю, а письменный вы обязаны доказать. Молчать – это уже мое дело. Не желаю слушать!» Наконец он так решительно отстранил Януша, что тот не посмел более надоедать ему. Отец повернул в боковую аллею, а я побежал к калитке. Я сильно недолюбливал старого филина из замка, и теперь сердце мое дрогнуло предчувствием. Я понял, что подслушанный мною разговор относится к моим друзьям и, может быть, также ко мне. Тыбурций, которому я рассказал об этом случае, скорчил ужасную гримасу. «Уф, малый, какая это неприятная новость! Он проклятая старая гиена!» Отец его прогнал, заметил я в виде утешения. «Твой отец, малый, самый лучший из всех судей, начиная от царя Соломона. Однако знаешь ли ты, что такое курикулон вита?» «Не знаешь, конечно. Ну, а формулярный список знаешь? Ну, вот видишь ли, курикулон вита — это есть формулярный список человека, не служившего в уязном суде. И если только старый сыч кое-что б пронюхал и сможет доставить твоему отцу мой список, то, ах, клянусь Богородицей, не желал бы я попасть к судье в лапы». «Разве он злой?» спросил я, вспомнив отзыв Валика. «Нет, нет, малый, храни тебя, Бог, подумать это об отце. У твоего отца есть сердце, оно знает много. Быть может, он уже знает все, что может сказать ему Януш, но он молчит. Он не считает нужным травить старого беззубого зверя в его последней перлоге. Но, малый, как бы тебе объяснить это? Твой отец служит господину, у которого имя Закон. У него есть глаза и сердце только до тех пор, пока Закон спит себе на полках. Когда же этот господин сойдет оттуда и скажет твоему отцу, «А ну-ка, судья, не взяться ли нам за тыбурцы Драба или как там его зовут?» С этого момента судья тотчас запирает свое сердце на ключ, и тогда у судьи такие твердые лапы, что скорее мир повернется в другую сторону, чем пантыбурцы вывернется из его рук. Понимаешь ты, малый, из-за этого я все еще больше уважаю твоего отца, потому что он верный слуга своего господина, а такие люди редки. Будь у Закона все такие слуги, он мог бы спать себе спокойно на своих полках и никогда не просыпаться. Вся беда моя в том, что у меня с Законом вышла когда-то давно уже некоторая суспиция, то есть, понимаешь, неожиданная ссора. Ах, малый очень это была крупная ссора. С этими словами твердый встал, взял на руки Марусю и, отойдя с нею в дальний угол, стал целовать ее, прижимаясь своей безобразной головой к ее маленькой груди. А я остался на месте и долго стоял в одном положении под впечатлением странных речей странного человека. Несмотря на причудливые и непонятные обороты, я отлично схватил сущность того, что говорил об отце Тыбурций. И фигура отца в моем представлении еще выросла, облеклась орелом грозной, но симпатичной силой и даже какого-то величия. Но вместе с тем усиливалось и другое, горькое чувство. Вот он какой, думалось мне, но все же он меня не любит.